Добрый день дорогие друзья! Сегодня у нас запланированное портфолио-ревью, которое не получилось по техническим вещам делать во время моей лекции, поэтому мы с вами будем делать его сегодня. Я Николай Казаков, основатель и преподаватель школы фотографии фотоника. Приветствую вас. Итак, поехали. Будем идти по порядку. Первый у нас Андрей. Спасибо еще раз, что все прислали фотографии для того, чтобы мы могли с вами посмотреть. И первая фотография Санкт-Петербург. Вид на красивую набережную. Мне очень нравится этот снимок по цветам, по фактуре, по отражениям. Вообще использование отражений фотографии это очень классический прием, который используют многие фотографы. Если мы с вами говорим по фотографии, давайте мы с вами определимся, что нам в фотографии важны основные четыре параметра. Это техническая сторона съемки, то есть настройки, выдержка, диафрагмы, ISO, наличие фокуса, композиция, сюжет фотографии, ну и соответственно свет. По свету фотография ровная, равномерное освещение. Теперь мы посмотрим, какие у нас параметры по съемке, прежде чем идти к следующим кадрам. Так, смотрим, 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 смотрим. Так, выдержка у нас, да? 1,20 секунды, диафрагма 8, светочувствительность, ISO у нас с вами 400. Хорошие параметры, да? Но если мы с вами говорим о съемке со штатива, а этот кадр делался со штатива, то в условиях, когда мы снимаем этот днем, мы спокойно можем с вами нашу ISO, значение ISO опускать до значения 100, для того, чтобы получать более хорошее качество. Поэтому в этом случае мы можем оставить эти же параметры, а можем же опустить ISO до 100 единиц. Да, соответственно, мы с вами получим выдержку более длинную. Но с учетом того, что мы снимаем со штатива и неподвижные объекты, в данном случае здания и Исаакиевский собор у нас неподвижные, ничего страшного не будет. Самое главное, совет всем, да, если вы используете штатив, не забывайте делать две вещи, когда вы снимаете со штатива. Первая вещь, мы с вами выключаем стабилизатор изображения, если он есть на объективе или же есть встроенный фотоаппарат. И второй момент, мы, конечно, снимаем с тросика, с пускового тросика. Почему? Потому что если мы с вами будем снимать без тросика, то в момент нажатия на кнопку спуска у нас уже идет дрожание, и у нас на фотографии может получиться так называемая шевеленка. Поэтому, если в данном случае мы говорим о том, что съемка со штатива, можно опустить до 100, увеличив выдержку, ничего страшного по экспонометру, да, и все получить нормальную картинку. Если мы говорим с вами о композиции, в данном случае мне немножечко не хватает нижней части пространства, да, у нас есть Исаакиевский собор высокий, и его отражение практически мы обрезали. То есть, в этом случае я рекомендую, если вы изначально не можете поставить сразу композиционно все объекты в кадре, просто делайте немножко картинку шире, включайте больше пространства в кадр, дальше уже в процессе обработки вы сможете это отрегулировать так, как вам необходимо. И второй момент, у нас есть небольшой завал. Возможно, Андрей хотел передать большую динамику, что здание падает или еще каким-то образом. Да, есть такое понятие, как голландский угол, я о нем буду еще в будущем указывать с точки зрения других фотографий, но голландский угол чаще используется именно для создания драматизма, и больше он используется при съемке как раз людей, да, когда там мы это делаем так, чтобы получался кадр какой-то такой драматичный. В данном случае очень спокойная, ровная фотография, и вполне можно было ее использовать, если была полная симметричная фотография, то есть с ровным горизонтом, да, потому что здесь линия горизонта завалена немножко влево. Поэтому, опять же, Андрей, если бы вы сделали снимок более широким, да, то есть включили бы больше пространства снизу и по бокам, вы могли бы спокойно потом в редакторе его выровнять, да, ну и соответственно получить более правильное изображение, опять же, более симметричное, потому что действительно эта фотография у нас с вами симметричная. Ну, если мы с вами говорим о цвете, цвет мне нравится, да, то есть, ну, хорошее состояние, спокойное. Но, опять же говорю, хотелось бы больше воды для того, чтобы у нас с вами получалось именно Исааковский собор влезал, да, можно сверху даже немножко обрезать, и мне бы хотелось видеть более приятный горизонт, ровный. Ну что, едем дальше. Итак, следующий кадр. У нас вид на ZSD, да, хорошая фотография с точки зрения, если мы говорим о свете, да, то есть все ровно, красиво, просто. Так, переходим к следующему снимку. Это у нас вид на ZSD. Смотрим сразу параметры. Выдержка 1,250, диафрагма 8, ИСО 100 единиц, да. Ну, в данном случае света было больше, поскольку это солнечная погода. Скорее всего, что Андрей снимал с рук, я предположу, да. Параметры все нормальные. Если мы говорим о съемке архитектуры, пейзажа, диафрагма 8, как раз позволяет нам получить вполне приличную глубину резкости для того, чтобы у нас были объекты и передние, и средние, и задние в резкости. Да, если мы хотим получить большую глубину резкости, лучше, конечно, закрывать где-то на 11-13. Дальше, что мы скажем по фотографии. Здесь не очень понятно, что хотел передать автор. То есть, есть много элементов, но есть вот элемент, например, вот эта опора, которая расположена в правом верхнем углу, которая на себя шибко перетягивает внимание, при этом она неинтересна. То есть, здесь надо было подумать с точки зрения или угла обзора, то есть, использовать более широкий угол, или же наоборот, кадрировать какую-то определенную часть, предположим, часть моста вот эту вместе с зданиями, да, и так далее. Поэтому, ну и опять же здесь, как и на предыдущей фотографии, у Андрея есть завал горизонта, теперь в данном случае вправо. То есть, я рекомендую все-таки снимать такие фотографии с правильным горизонтом, да, скажем так, правильно мы введем это слово в кавычки, потому что в данном случае завал он не оправдан. То есть, никакой динамики он не создает, он создает состояние, что автор не очень ровно держал камеру в руках. Если мы с вами говорим о выцеплении, то тоже вы должны понимать, когда мы делаем какой-то кадр, нас что-то в нем зацепляет, да, то есть, предположим, нам понравились опоры. Тогда мы делаем акцент на опорах, делаем только фотографию с опорами, да, размещаем так, чтобы они не перегораживали стадион, который расположен на заднем плане. Если мы хотим передать полностью весь вид и дороги, и залива, и реки Невы, которая впадает в залив, тогда нам нужно снимать немножечко с другого ракурса. То есть, всегда, когда вы делаете фотографию, вам в этой фотографии должно что-то нравиться. Должен нравиться свет, должна нравиться композиция, должна нравиться эмоции или же какое-то событие, сюжет, который происходит в этом кадре. Поэтому в данном случае, да, то есть, не очень понятно, что действительно понравилось Андрею, потому что слишком много всего. Да, есть на переднем плане камни, столбы, стадион перекрытый, столбами и так далее. Поэтому обращайте внимание на те сюжеты, которые вы выбираете для съемки. Да, опять же, с этого сюжета можно много было сделать кадров, но делать их более крупными. Едем к следующему кадру. Утки, да, то есть, интересно, мне нравится очень гладь воды, мне нравится это движение, которое на заднем плане направлено в сторону селезни. Смотрим по параметрам. ИСО 400, диафрагма 5,6, выдержка 1,320. Фокус на переднем селезни, задняя утка получилась размытой, потому что фокусное расстояние уже 135 миллиметров, да. Чем у нас длиннее фокусное расстояние, тем задний план у нас более размытый получается. Здесь я бы что сказал? Я бы сделал картинку более с акцентом на самих уток, да. Здесь красивая есть гладь воды, но лучше акцентировать немножечко на утках, то есть, сделать картинку, вырезать отсюда ее, да, кадрировать. Это можно сделать в процессе уже обработки для того, чтобы больше показывать те сюжеты, которые нас заинтересовали в данном случае. Если мы говорим о параметрах выдержки, я бы тоже рекомендовал Андрею параметры выдержки при съемке движущихся объектов любых, это касается и птиц, и людей, и автомобилей, и так далее, ставить более короткую выдержку, потому что да, в данном случае селезен плыл не очень быстро, но если бы он взлетел или же поплыл быстрее, в данном случае могла получиться смазанность объекта за счет того, что на выдержке 1,320 можно этот объект не заморозить. Поэтому я бы рекомендовал в данном случае начинать примерно с выдержки 1,640, для того, чтобы если увеличилась скорость, кадр у вас точно был резким. Спасибо большое, Андрей, за предоставленные снимки. Прошу обратить ваше внимание на именно горизонт, то есть обращайте внимание, когда вы снимаете со штатива или с рук, чтобы в большинстве слоем горизонт был горизонтальный. В тех случаях, когда необходимо создание драматизма, это должно быть оправдано, когда вы это делаете. Ну что, едем дальше. Следующий у нас фотолюбитель Анжелика. Смотрим. Спасибо, Анжелика, что вы прислали. Так, мы с вами не сможем в данном случае получить информацию по кадрам, потому что кадры были уже сделаны для контакта, так я понимаю. Поэтому мы с вами сможем только обсудить то, что мы видим реально на изображении. Значит, если мы с вами говорим о самой фотографии, мне очень нравятся эмоции, мне очень нравится состояние мамы и малыша в этом формате. Мне кажется, что сознательно, бессознательно, возможно, Анжелика фотографировала этот снимок для фотобанка, потому что на фотобанках такие фотографии любят, когда у нас есть главные объекты и над ними оставлено пространство воздуха для того, чтобы там можно было написать какую-то надпись, рекламу, призыв. В данном случае, если мы говорим о фотосессии для семьи, для себя, если нету явного красивого какого-то верха, то есть там красивое дерево или красивые облака, и это мама с малышом на фоне красивых облаков, я рекомендую в данном случае делать портрет именно крупный. Укрупнять эту картинку, обрезать сверху над ребенком и обрезать за мамой, чтобы все внимание зрителя переходило именно на семью, а не на белую стену, или там это может быть небо, по-моему, даже это небо, вот я приглядываюсь, то есть оно такое пересвеченное, потому что в данном случае небо является как студийным фоном, и в данном случае слишком много его, да, Анжелика? Поэтому обращайте внимание. Если там очень красиво и есть такое желание, конечно, есть такой способ, когда мы объекты располагаем в каких-то углах кадра, а над ними оставляем много пространства, там, пейзажа, небо и так далее. Но в том случае, когда мы работаем больше по эмоциям, а это эмоциональный снимок, старайтесь обращать внимание именно на эмоции моделей, которых вы фотографируете. Следующая фотография, да, у нас весна, я так понимаю, что это май. Скорее всего, да, параметры снимка мы с вами тоже не увидим, поскольку снимок у нас с вами именно из контакта. Значит, если говорить по этой картинке, я рекомендовал бы больший акцент сделать на экспозицию, обратить внимание на экспозицию, да, потому что здесь есть части, которые пересвечены, да, вот эти листики. То есть, если мы говорим с вами о съемке в ручном режиме, когда мы определяем экспозицию по экспонометру, то есть, правильно ли мы выставили все три параметра ISO, выдержка и диафрагма, то в таких случаях, когда есть объекты слишком светлые, теневые и темные, если мы используем матричный замер экспозиции, лучше сделать поправку, да, то есть, экспонометр, чтобы значение экспонометра было примерно минус один, минус полтора, да, ну, в зависимости от перепадов этих яркостей, для того, чтобы светлые объекты были не пересвечены. Опять же, потом в редакторах мы сможем темные объекты немножко вытянуть, если мы хотим их сделать светлее. Если говорить по самой композиции, да, то есть, не очень понятно, зачем так много низа, да, то есть, есть акцент на самих вот этих листиках, да, распускающихся почках, но, значит, это нужно делать, выцеплять, делать больше акцент на самих почках, да, то есть, это, как бы, скажем так, уже макросъемка. Мне нравится размытый вот эти задний план, то есть, наверное, просто нужно было поработать по ракурсу, чтобы эта фотография смотрелась как-то более акцентированно на тех объектах, которые вы фотографируете. Можно спокойно обрезать слева, снизу, да, ну и, возможно, выбрать другой рак. Самое главное – обращайте внимание на экспозицию, да, чтобы у вас фотография была с правильной экспозицией, когда вы ее фотографируете. Следующий снимок. Мне вот этот снимок очень нравится по состоянию, да, по цвету воды, по месту, но тут вот левая часть, она полностью вся пересвечена, небо пересвечено, да, деревья пересвечены. То есть, возникают те случаи, когда у нас наша камера не может, к сожалению, одним кадром сделать правильную экспозицию снимок, да, когда у нас есть светлый объект и темный объект. Значит, каким образом мы с вами можем поступать? Мы можем делать акцент, и лучше делать акцент на светлой части, да, то есть, мы выставляем экспозицию, чтобы у нас светлая часть, в данном случае половина левая верхняя, да, мы определяем экспозицию по ней. То есть, мы можем выставить или же точечный экспозиционер по самой светлой части, или же в матричном сделать поправку примерно на минус полтора, минус два, и делаем акцент по светле. Да, в этом случае у нас та часть, которая темная, получится более темная. Это первый вариант. Это, в принципе, я бы так сделал, поскольку я второй вариант использую очень редко. Если мы с вами говорим о втором варианте съемки, да, это так называемая съемка с HDR, когда нам уже необходимо использовать штатив для того, чтобы получить подобные кадры, и делать от трех, ну и до пяти, до семи кадров с разной экспозицией, и дальше в программе это склеивать. Тогда мы с вами сможем увидеть нашу фотографию, как мы это видим нашим глазом. То есть, мы видим и светлые части, и те объекты, которые расположены в тенях. В данном случае, да, у нас получилась фотография средняя. То есть, мы получили объекты в тенях, и мы получили слишком светлую пересвеченную часть, где было солнышко. Поэтому, Анжелик, да, я рекомендую вам использовать или акцент делать именно на светах, когда мы делаем, на самых светлых частях, или же использовать HDR, если вы хотите использовать и темные части, которые, да, и светлые. Дальше, если мы говорим по ракурсу, в этом случае для передачи объема очень хорошо использовать именно чуть нижнюю точку. То есть, не снимать с уровня наших глаз, да, а опускаться немножко ниже. Возможно, продвинуться туда в камне, где мы видим, соответственно, водичку, да, вот в этой области, и снимать практически с уровня воды. Если вы посмотрите многие пейзажные фотографии, где включен передний план для создания объема, потому что здесь переднего плана нет, да, и фотография кажется плоской за счет того, что у нас есть только средний и задний план. А если бы вы присели и опустились на уровне камней, то, соответственно, фотография получилась бы совершенно иная, да. То есть, очень хорошее место. Если вы там уже были, значит, вы имеете возможность туда приехать еще и поработать, да. И четко понимаете, что пейзаж – это, прежде всего, состояние природы и свет. А когда этот свет может быть? Этот свет может быть на рассвете и на закате, да. То есть, как бы час, полчаса до рассвета, полчаса до заката. Полчаса после рассвета, полчаса после заката. Вот это оптимальное время, когда именно пейзажные фотографы любят фотографировать природу, да, пейзажа. Ну, плюс, соответственно, это помимо света очень здорово, если в фотографии будут еще какие-то атмосферные явления в виде снега, дождя, урагана, дыма и так далее. Тогда этот снимок действительно будет более интересный. Поэтому спасибо огромное, что вы прислали, да. То есть, обращайте внимание тоже на экспозицию, да, и на те ракурсы, которые вы используете. Чем больше мы используем разных ракурсов, тем у нас с вами фотографии получаются более разнообразные, более объемные. Спасибо. Едем к следующему участнику, который прислал фотографии. Это Екатерина. Так, сделаем полный экран. Сейчас мы с вами посмотрим, сможем ли мы здесь увидеть информацию. Да, поскольку это фотография, тоже видно, Екатерина отбирала из контакта, информацию о снимке мы здесь не увидим. Ну, мы просто увидим девушку, да, увидим летний портрет. Иван-чай, да, очень прекрасный цветок, прекрасный из него получается чай. Всем рекомендую, да, кто еще не делает свой чай, делать чай из Иван-чая. Мы с семьей уже делаем на протяжении четырех лет. Значит, если мы говорим о фотографии, да, это больше такая фэшн-съемка, да, то есть, портрет, не просто психологический портрет, да, какие-то элементы. Мне нравится модель, да, мне нравится, что подобрана по цветам. Мне нравится тот объектив, который использовался для того, чтобы получить этот размытый задний план, да. То есть, это, скажем так, открытая диафрагма. Я предполагаю, что это диафрагма, где-то от 1,4 до 2,0, вряд ли что больше, более закрытая, да, потому что было бы резче больше. Если мы с вами говорим о самой модели, мне не очень нравится, да, я не стараюсь не использовать в своих съемках, да, вот руки, которые не привязаны к человеку, да, потому что в данном случае кажется, что это чья-то чужая рука, которая держит эти цветки Иван-чая. То есть, если мы увидели локоть, да, и как бы видели вторую руку, которую девушка использует для снимка, это было более понятно. То есть, на мой взгляд, здесь и так очень приятная картинка получилась бы, да, когда акцент был только на глаза и полностью обрамление рамочки в виде Иван-чая вокруг нее. В данном случае рука, она забирает на себя очень много внимания, чем более на руке есть кольцо, да. Обращайте внимание, когда вы снимаете не рекламу колец или чего-то, я рекомендую снимать все с людей лишнее, то есть цепочки, браслеты, кольца там и так далее. Чтобы действительно, если мы говорим о съемке портрета и человека, передаче его состояния, да, лучше это делать, скажем так, без всего вот этого, лишних элементов. Поэтому в данном случае рука мне немножечко кажется лишнее, она не этой девушке. Поэтому я бы делал акцент просто на девушке и на самом Иван-чая. Еще один момент, который чуть-чуть мне не нравится, что у вас, Екатерин, да, вот этот бутончик Иван-чая залез на глаз. То есть чуть-чуть бы подвинуть Иван-чай вправо и сразу отчитались бы полностью акцент по глазам и мы бы смотрели на фотографии только вот таким вот образом. То есть по кругу, да, это вообще одно из самых приятных и гармоничных восприятий снимка, когда объект или объекты в кадре мы воспринимаем по кругу или овалу в данном случае. То есть рука, она сразу раз, раз мы гуляем. Рука, глаза, рука, глаза. А что в этой руке? Ну как бы эта рука ничего в кадр да не несет. Опять же главная модель. Поэтому обращайте внимание. И те элементы, которые могут перекрывать, это могут быть волосы иногда, да, перекрывают глаза, какие-то вот цветочки, листики. То есть будьте внимательны, когда вы делаете снимок. А так по свету, по техническим параметрам не все очень нравится. Очень хорошо подобрана одежда, да, тоже модели. То есть полностью связана именно с листьями, да, Иванча и с его цветками. Замечательно. Следующая фотография, да. Пожилая женщина. Мне кажется, она очень естественно выглядит. Она очень хорошо сидит, да, в этом кресле спокойно. Мне нравится очень положение рук, да. Мне нравится ее взгляд. Есть определенная подготовка к съемке. Я бы чуть-чуть, возможно, да, обрезал бы вот нижнюю часть, да, поскольку мы все равно уже убрали сиденье, на котором сидит. То есть низ в любом случае обрезан. Поэтому обрезал бы немножко ноги, обрезал бы еще низ и убрал бы чуть-чуть вверх, да, потому что этот верх, он в данном случае там очень красивые цветы, ну или какие-то вазы, да, на которые еще и зеленые, да, то есть на которые взгляд уходит туда. То есть это первое. Да, и второй вариант, Екатерина, я посоветовал бы вам этот портрет попробовать сделать в черно-белом варианте. И тогда сразу был бы акцент именно на саму модель. Почему? Потому что модель очень гармоничная, модель спокойная, модель естественная, да. Но за счет того, что у нас идет огромное пятно зеленое на заднем плане, и оно как бы зеленое не играет здесь. Если бы здесь еще было все зеленое, тогда понятно, что модель внутри зеленых каких-то джунглей там или в ботаническом саду. То есть обращайте тоже внимание на тот задний фон, который у вас есть в фотографии. То есть лучше делать его нейтральным, простым, тем более, когда мы снимаем пожилого человека, то есть не заставлять его чем-то, да, делать просто на фоне стены белой или серой, сделать именно акцент на вот этого человека. Спасибо. Едем дальше. Тоже, да, у нас как бы фэшн-съемка. Очень хорошие параметры по размытому фону. То есть мне все нравится, да. Модель подготовлена к съемке. Опять же, да, как и в первой фотографии, я не очень понимаю, для чего вот эта рука, держащая, даже не знаю, что это фата или какая-то ткань, да. То есть если бы это были две руки как-то взаимодействовать между собой, я в этом случае это бы понял. Мне нравится само состояние модели, мне нравится ее короноподобный образ, да. То есть как бы использовать портрет или использовать средний портрет, но используя руки, какое-то взаимодействие красивое, да, этих рук. Потому что в данном случае опять получается акцент на глаза, потом на руку. Глаза-рука. А рука в данном случае ничего не делает и не происходит. Она просто держит ткань. Поэтому обращайте внимание, когда вы снимаете людей, начинать лучше вообще с крупного портрета, проще, да, то есть выстроить именно само лицо. Дальше мы используем средние портреты погрудные, потом можно же использовать руки, при этом естественно в каком-то состоянии, да. И дальше мы уже идем там, ну, полный рост, не так часто эти фотографии нужны. Но самое главное, чтобы все было в фотографии понятно, да, ну и как бы гармонично смотрелось. Потому что в данном случае рука, она опять же, ощущение, что кто-то перед ней держит вот эту ткань, да, в которой она закутана, или это юбка и так далее. А так по свету, по всему мне нравится. Да, я тоже бы обрезал немножко сверху, если бы по композиции, чтобы сделать крупнее. Но вот рука немножечко, да, меня не удовлетворяет в этом случае. Очень хорошая работа по свету, да, то есть прекрасная подсветка, да. Я не очень могу понять по картинке из контакта, да, насколько есть ли фокус, да, потому что в таких случаях, ну, надо обращать внимание, фокус, чтобы был на глазах. Ну, вообще в любом случае, когда мы фотографируем с вами людей, фокус должен быть на глазах, да. То есть, я тут, если буду приближать, не пойму. Так вот я смотрю, он вроде бы визуальный есть, да. Ну, то есть, когда вы снимаете в таких сложных условиях, я рекомендую лишний раз проверить. Мне очень нравится вот эта линия, да, то есть взгляд, правильный силуэт, да. То есть, мы говорим, что силуэт, если мы снимаем, он должен быть силуэт, да. И желательно, чтобы второй глаз или кусочек глаза или ресницы, которые могут расти из второго глаза, не появлялись на снимке. То есть, такой прерванный силуэт. То есть, или же мы делаем полный силуэт, или три четверти уже включаем два глаза. Здесь мне все очень нравится, да, состояние, ну, какая-то студийная съемка молодого человека, да. Хороший кадр. Можно попробовать, если была бы целая серия, также перевести в ЧБ. То есть, посмотреть, потому что были бы красивые светотени, подсветка, да. Но, опять же, это в рамках целой серии хорошо работает. Спасибо, Екатерина Огромная. Очень хорошие у вас модели, хорошая работа с моделями, да. Просто думайте с точки зрения композиции и тех элементов, которые вы включаете в кадр, как заднего фона, так и тех объектов, которые вы включаете на переднем плане. Едем с вами дальше, дорогие друзья. Максим. Максим прислал две фотографии. Тоже эти фотографии с контакта, да, поэтому мы с вами параметры снимка не увидим. Значит, здесь у нас с вами, я так понимаю, что это путешествие, да. Интересный кадр получается. То есть, Максим написал, да, что он любит, как бы, снимать вот такие вещи. То есть, путешествие, да, мы можем использовать эти снимки, создавая, скажем так, не классический портрет, да, что у нас человек подсвеченный. Если мы говорим по цвету, очень хорошо получилось синее, желтое, синее небо, да. То есть, идет определенная динамика. Ну, в данном случае, я бы назвал это портрет на фоне памятника архитектуры, да, потому что мы говорим, что если в путешествии, у нас есть два варианта. Первый вариант – мы можем снимать просто классический портрет, размывая объект относительно фона, да. То есть, для того, чтобы просто сделать, ну, понравился нам свет, захотим мы сделать портрет. Второй вариант – мы можем сделать портрет «я на фоне чего-то». Ну, в данном случае получается «я на фоне чего-то», но при этом чего-то еще с таким немножко с юморным акцентом, то есть, сделая такую подсветку, какую-то, используя тот свет. Очень здорово, когда мы используем те световые источники, которые есть на фотографии. Ну, точнее, которые есть не на фотографии, а в реальной жизни, да. Отражение витрин, свет, фонарей и так далее. Это очень правильно делать для того, чтобы получать интересные кадры. Поэтому в данном случае, я считаю, что все хорошо. Можно было бы, может быть, чуть-чуть постараться еще поднять камеру повыше, чтобы голова располагалась непосредственно внутри вот этого круга, да. То есть, чтобы круг не из головы шел, а немножко находился внутри вот этого состояния, да. И можно было бы поиграть, еще следующий кадр, если бы мы руками, молодой человек, да, держал прямо этот круг, как будто бы это он держит свой руль или так далее. То есть, опять же, когда мы что-то такое используем, можно пробовать снимать каким-то с юмором, да, используя те детали, которые совмещаются с нашим главным объектом. Следующая картинка, да, мне фотографии нравятся по эмоциям. Это, скорее всего, кафе. Понятное дело, что если этот снимок сделан в JPEG и на высокой чувствительности, да, поскольку я вижу, что фотография очень, как бы ее назвать-то, мягкая, да. То есть, когда мы говорим о съемке на высокой ISO на бюджетных камерах, да, то есть, бюджетные камеры, ну, до подорожания доллара имеется в виду где-то 35-40 тысяч. Если мы поднимаем выше 1200 и снимаем JPEG, то качество изображения будет терять детализацию. То есть, если это будет сырой формат, RAW или RAW, то у нас с вами детализация будет высокая. Да, будут шумы, но будет детализация. Когда мы снимаем JPEG на высокой чувствительности, у нас как раз эта детализация теряется. Вот эта картинка пример того, как детализация потерялась. Поэтому, Максим, если вы фотографируете, камера у вас бюджетная, если вы снимаете на ISO выше там 800-1000, я рекомендую снимать в RAW и потом это все конвертировать в программе Lightroom или других конвекторов, которые позволяют получить более высокое качество JPEG на выходе. Не то, которое дает камера, если мы JPEG ставим на камере. По эмоции мне все нравится. Я бы чуть-чуть обрезал справа и немножечко обрезал снизу, чтобы акцент шел и с правой части именно влево. Смотрящий мальчик. Хорошо, спасибо. Едем дальше. Мстислав, следующую фотографию. Мстислав прислал только нам одну фотографию. Давайте посмотрим, сможем ли мы с вами получить... Да, в данном случае тоже фотография с контакта, поэтому мы не сможем получить информацию о снимке. Натюрморт. То есть, у нас есть натюрморт, есть манго, есть нож, есть листики, есть оранжевое полотенчика. Значит, если мы говорим о натюрморте, то натюрморт, действительно, это очень сложный элемент съемки, да, не элемент, а направление съемки, которое, действительно, чтобы все смотрелось гармонично, очень долго нужно работать. По свету мне здесь все нравится, да, то есть, интересный свет, который в этой части, вот здесь на манго, да, очень много объектов. Ну, самое главное, что мне не нравится в этом снимке, именно мне не нравится, да. То, что у нас манго расположено на фоне оранжевого полотенца. У нас манго и так яркое, да, оно и так будет выделяться с точки зрения кадра, если мы оставим его на белой тарелочке, на белом фоне, который там сделали, да. Но самое главное, чтобы эту часть можно использовать, но сделать ее незначительной, да, потому что тут, получается, борется, главное манго или полотенце. То есть, это съемка, это фотография о еде или фотография о бане, да, или о полотенце. Поэтому просто нужно четко выбирать те объекты, которые вы хотите включать в свой натюрморт. Возможно, достаточно было использовать манго, тарелку и все, начать с нее, да, потом использовать, может быть, зеленые листики. То есть, натюрморт, это не то, что мы взяли все объекты, которые есть у нас на кухне или где-то, включили в один кадр и назвали натюрмортом. Да, действительно сложная работа. Я натюрморты снимал очень редко, потому что не совсем мое это направление, да, но на самом деле это очень полезная вещь для понимания и гармоничного расположения объектов, для композиции, да, потому что если вы хорошо научитесь снимать натюрморты, то в реальной жизни вам будет намного проще видеть, как построить кадр, как поставить модель и как сделать определенную картинку, чтобы она всем нравилась, да, и там не было ничего лишнего. Поэтому в данном случае есть красивый цвет, есть красивые идеи, да, но слишком много элементов, да, нож, который тоже очень большой, который тоже на себя забирает внимание. Лучше использовать натюрморты, начинать его с одного предмета и дальше уже выстраивать дополнительные объекты, если вы хотите их использовать в кадре. Едем дальше. Последние у нас фотографии, да, от Натали. Тоже мы с вами не сможем увидеть информацию, поскольку прислали ВКонтакте. Ну, быстренько тогда будем говорить с точки зрения композиции. Ну, эти фотографии, скорее всего, сфотографированы со вспышкой, да, вот видно, что она отражается и свет такой немножко холодный. Значит, если мы говорим об этом снимке, да, в данном случае сложно снимать модель сквозь волосы, которые проходят, перекрывают лицо. Поэтому в данном случае кадр не получился, фокуса на глазах нету, на носу, на рту фокуса нету, да, фокус на волосах. Ну и не очень понятная компоновка, то есть обрезанная правая часть головы, ухо, который главный акцент, да, то есть если мы говорим об этой фотографии, то здесь интересный профиль у модели, значит, можно было выбирать, то есть резать, обрезать полностью ухо, да, снимать профиль модели, смотрящей туда. Поэтому эта картинка, сразу можно ее удалять, если нету фокуса на глазах, ну и добиваться следующего кадра, чтобы у нас этот фокус на глазах получился. Едем дальше. Здесь Натали понравилась женщина, которая расположена вот в этом плане, да, она наблюдает. Поэтому акцент лучше сделать на этой женщине. То есть мы спокойно обрезаем вот эту левую женщину, которая ничего нам в кадре не несет, да, и носит только, отвлекает. Обрезаем по этой части, обрезаем сверху и обрезаем сзади вот эту женщину, которая расположена. Останутся женщины, только которые на заднем плане, маленькие, которые никоим образом не отвлекают. А так, да, три четверти, хорошее состояние лица, то есть вот этот хороший портрет, я думаю, что самой девушке, женщине, которая изображена на фотографии, этот снимок мог бы понравиться. Следующая фотография, да, очень естественное состояние женщин, которых мы фотографируем. Да, вспышка дает холодный свет. Лучше это в редакторе потом немножечко делать более теплее. Но здесь мы с вами должны понимать, что мы фотографируем. Мы фотографируем портрет или мы фотографируем людей с теми предметами, которые они держат в руках. Вот это очень важный момент, да. Поэтому мы с вами, когда снимаем или же мы даем людям те предметы, которые им нужны, они хотят и ваша задача, и они хотят, и ваша задача сделать с этими предметами. Второй вариант, мы просим людей эти предметы положить на стол, да, я думаю, что там столы были, для того, чтобы сделать спокойный портрет. Или же, если люди не хотят класть предметы, вы не хотите их включать, тогда в данном случае, как нам придется сделать здесь, мы просто берем, вырезаем, обрезаем, делаем именно крупный портрет, обрезаем вот этот листик, который совершенно нам не нужен в кадре, и оставляем только лица, крупные лица портретируемых, которые есть у нас с вами, да. Так по состоянию очень неплохо, да, в хорошей состоянии. Ну да, вспышка. Конечно, оптимально в этом случае использовать свет естественный, да, вот если мы видим окна на заднем плане, значит, самая лучшая вообще съемка портрета, это использовать свет от окна. То есть, Натали могла подойти к окну, расположить объекты съемки в полутора-двух метрах от себя и получить ровное, хорошее освещение, и в этом случае не пришлось бы использовать вспышку, которая есть в данном случае. Красный глаз не получилось, замечательно, да, но есть определенная плоскость, плоская снимок за счет того, что использована вспышка. Поэтому обращайте внимание, пожалуйста, на те объекты, которые есть за вашим главным объектом. Те части, которые вы используете в кадр, то есть, используйте руки, используйте полностью руки. Обрезаете руки, тогда обрезайте полностью руки. И те детали, которые есть у объектов в руках. То есть, вам нужно что-то для фотографии, вы тогда используйте этот предмет. Не нужно, пусть эти предметы будут мне кадра. Спасибо. Ну что, дорогие друзья, на этом наше с вами сегодняшнее портфолио ревю закончено. Спасибо вам огромное за то, что вы прислали свои фотографии. Увидимся в следующих выпусках. Я думаю, что я буду это делать раз, две, три недели, чтобы действительно давать обратную связь и смотреть на ваши фотографии. Спасибо. До новых встреч. Хороших всех кадров. Субтитры сделал DimaTorzok